Итак, мы сегодня напоминаем всех тех, от веков усопших, православных воинов, на поле бронеубиенных, и наших братьев, сестер, отец наших, которые ушли, которых значительно больше, чем у нас живых. Благосходь наш Иисус Христос растоптал границы между мертвыми и живыми. У Бога все живы, слышите? И даже те, которые ушли 100, 200, 300, тысячу лет назад, у Бога все живы. Те, которые были святые угодники и являются святыми угодниками Божьими, они живы не только в том мире духовном, но и здесь, в нашем мире. Мы поминаем, как говорил Ургебадзе сегодня, тоже поминаем. Это же человек такой жизни, тут расстояние между нами всего лишь десятилетиями измеряется, там с небольшим, понимаете? А человек в наше время жил, да, и святости достиг. Значит, можно так и достичь. Да? Если поминается, он и будет поминаться в церкви. Потому что церковь – это земное и небесное. Царство и небесное усопшим и. И помним и знаем, что мы тоже на пути к ним. Разница между нами только лишь в одном. А не уже, а мы еще. Понимаете? Вот в чем небольшая только разница. А пройдет время. Через 10 лет вспомнят нас после нашей смерти. Дай Богу. А через 20? А через 30? А через 40? А через 50? Вспомнишь, что вот такое или такая жила. А через 100? Как много изобренных. И даже родственники их не знают. Имена забыли и позабывали. Я помню, собаку когда купил, я был поражен. Потому что там 15 или 12, я не помню, в паспорте было написано. Там родители. А я посмотрел, почитал. Господи, а я же своих так не знаю. Про собаку так написано. А я про своих так не знаю столько много. Понимаете? Им и забывается это все. Но дети еще помнят своих родителей. Внуки вспоминают бабушек и дедушек. Дедушки не все заживают, к сожалению. А бабушек вот так вот. Бабушка, бабушка. Ну и как женщина. Другая тема. Вот. А про бабушек? А про права. Так это говорит о том, что у всех нас стоящих здесь. Через 60 лет никто даже и не вспомнит. Слышите? А через 100 лет. И как он жил, и что он жил. И все наши хотелки, все наши стремления, эгоизм наш, и наши там амбиции. Куда оно все денется? Пшик. Слышите? Поэтому как через утробы матери в эту жизнь, так и в жизнь вечную через могилку. А там отсеивание происходит. Слышите? Материально ничего с собой не заберешь. Заберешь свои эмоции, чувства и все свои переживания. А вот как ты переживал? С чем? О! Это уже отвечать каждому из нас. Спасибо, Господь.